Леонид Аблодасов, поэт-переводчик Рикин, нашим другим коллегам. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Правда, я сказал бы, что я поэт это правильно перевожу, и так иногда, а вообще, как написано в моей визите, поэт-прозаик-публицист. Критикой я практически не занимаюсь, но статьи подписаны, разумеется, литературные, в том числе, темы тоже. Но что я могу сказать? Мне, конечно, приятно. Вот я помню, был приятный мая, когда предшествующий альманах презентовался, так скажем, это было действительно вот событие, которое мы долго ждали, он тогда немножко припозднился, и этот альманах вышел в срок. Я бы сказал, что истоки на меня производят приятные впечатления, прежде всего, свое многообразие, потому что тут есть очень разные люди, порой, может быть, каких-то антагонистических взглядов, но это хорошо, потому что прилизанный, приглаженный поэт или писатель – это какое-то явление уже, я бы сказал, не литературное. И мы с этим сталкивались, слава Богу, в свое время очень много. Здесь разные люди представлены. Вот, например, я могу сказать только одно, что тут как раз пока кулуарно заходила речь о Владимире Поплоге, тут есть вот его поэма, к примеру, «13», который в свои времена у меня, как говорится, кусочками в винном соусе, читал по телефону, периодически, как она составлялась там, складывалась, потом в последнее время он мне звонил и говорил, «А вот я хотел бы поправить там кто-то». Можно как угодно относиться к поэту, который слишком, может быть, политизировал, там как угодно, но отрицать нельзя одного. Есть определенная литературная и поэтическая выпоплость, я бы сказал. Вот есть, как говорится, за что взяться, подержаться, почувствовать действительно, что вот это вот какие-то детали, грубые, там, зримые, как угодно можно называть. Да и странно было бы, предположим, в лице Володи Хохлова, если кто его видел здесь, это все-таки огромный такой человек, было бы странно, если бы он писал, например, какие-то лирические миниатюры. Естественно, что стихи, как правило, всегда похожи на человека. Ну, поскольку, естественно, вполне, что я не мог еще посмотреть подробно «Альманаха», в силу того, что только вот он вышел, все, хотя Ирина Анатольевна позвонила в пятницу, и если бы я, как говорится, имел бы возможность, конечно, бы я взял честно заранее и посмотрел бы повнимательнее, но я и так его, конечно, как следует посмотрю. Но, во-первых, приятно было все-таки то, что у «Альманаха» главный редактор – это писатель, не только драматург, но и писатель, и это очень важно, потому что творческий человек во главе творческого издания – это очень хорошо. К сожалению, часто раньше бывало не совсем так. Раньше во главе творческого издания стояло чиновное некое лицо, и оно определяло уже в соответствии со своими, как говорится, чиновными воззрениями то, как надо формировать издание. Для меня было полным сюрпризом, например, появление вот этой исторической повести Елены Николаевны Ереминой, она у меня была редактором моей первой книги в 89-м году, и неожиданно я натыкаясь на то, что она вот как автор выступила, это очень интересно, конечно. Это просто вот я так вот бегло по тем людям, кого я вот просто знаю. Много лет, я бы сказал. Но это, конечно, очень здорово, и что альмонах, вот он действительно мозаичный, то есть он не однообразный. Люди пишут по-разному, как они себя представляют, так и представляют. Я вот в этом альмонахе на сей раз выступаю действительно как переводчик, и я хочу сказать, так же, как и Евгения Словоросова, замечательные поэтессы, между прочим, хочу сказать, что сегодня день памяти Евгения Винокурова, он ушел как раз ровно 19 лет назад в этот день, Женя заканчивал его семинар, мне он когда-то тоже дал путевку в жизнь, хотя я и не в его семинаре учился, но он написал его мне когда-то в комсомолке, Ирина Анатольевна тоже вот имела с ним, как говорится, творческие какие-то контакты. И вот сегодня действительно вот так сложилось, что вот в этот день происходит презентация монаха, а не так давно здесь был вечер, который просто назывался Винокуровские чтения, Ирина Ковалева и Иван Белокрылов, они, кстати, звонили, они подойдут, он тоже у них с машины, они не могут пробиться в центр. Вот, то есть очень символический день, собрались, наверное, люди, вот с учетом того, что Винокуров как раз вот ушел, может быть, в этот день ушел, и дал, может быть, зеленый свет многим тем, кому он хорошо относился, творчески знал, кого он просто не мог знать еще, вот так вот скажем. Ну, а если брать чисто вот такую переводческую, что ли, часть, это все-таки не просто переводческая часть, это, как говорится, каждый отвечает за себя. Я, если сказать о поэте, который я переводил, Карл Чех, Венграх, очень получилось интересно. Я вам должен сказать, что в декабре подряд два вечера было, сначала Матьярская лира, которую ввели Ирина Ковалева и Иван Белокров, а на следующий день создание общества России и Венгрии, президентом которого был избран, всем вам известно, Юрий Поляков. И это очень интересная такая инициатива. Мне приятно, что я вот так вот напрямую связан с Венгрией, потому что, как сами венгры сказали, что вот нам бы хотелось осуществить экономическую агрессию в России и для этого помочь культуре, потому что вы же понимаете, что для того, чтобы все-таки, как говорится, здесь шли венгерские, там, вина, колбасы, все, что угодно, надо, чтобы люди, было какое-то сближение к культуре, они выделили какие-то определенные вот средства для того, чтобы создать это общество, и как-то все вместе это вписалось. Я думаю, что Юрий Михайлович Поляков будет приятно узнать, что здесь вот напечатана поэтическая подборка венгерского поэта. Ну, а сам Карай Чехт, я хочу сказать, что я вообще с этим человеком связан уже несколько лет, это известный венгерский поэт, вот недавно, буквально месяц назад, вышла моя книга «Венгрии на венгерском языке», «Рождественский коридор» она называется, он был ее основным составителем, там не только она была, несколько переводчиков, но в частности, вот он тоже, я поеду туда в мае-деду в июне на презентацию своей книжки, она пока без меня идет, как говорится, без меня там меня женили, и возьму, конечно, «Альманаха Стоки», разумеется, потому что теперь есть привязка к исхокам, я уже Карю написал, что вот сегодня будет презентация, и я ему тем более вдвойне напишу, что вот я выступал первым и о нем говорил. Ну и чтобы вы представили самого Чеха, я прочту вот парочку стихотворений из него, и парочку, на русском, зумеется, языки из того, что он меня там перевел, чтобы просто было какое-то представление. Вот Карючев. Вообще, это поэт, знаете, я вот когда-то говорил, но не все, наверное, были, не все помнят, я его сравнивал, кто знал вот нашего поэта Николая Дмитриева, который ушел в определенное время, вот так вот, Карючев чем-то по биографии на него похож, вот он живет в деревне, от Будапешта достаточно далеко, приезжает Будапешт, как и Коля Дмитриев, приезжал в Москву только по делам, он тоже сельский учитель, как вот был Коля Дмитриев по первой профессии, причем он учитель русского и югерского языка, но бывает очень забавно, раньше я вздрайбил, вот он тебе звонит, например, и говорит, поздравляю тебя, что с тобой? Ну, когда русскому говорят, поздравляю тебя, что с тобой? И ты думаешь, что и что со мной случилось? А оказывается, он просто не очень хорошо владелет русским языком, в этом смысле, и это больше на польский, ладно, поздравляю тебя, то есть там привет тебе, вот как твои дела? Но звучало замечательно, поздравляю тебя, что с тобой? Это, конечно, всегда бы того, коронная фраза, а в общем, это человек, который очень авторитетен там у себя, человек, который в чем-то до детскости сентиментарен, и не могу не сказать, вот, например, о нем такой вещи, вы знаете, это уже чисто по-человечески, приятно, что он здесь представлен, вот, ну, хотя бы такая штука, у меня книга вышла 8 декабря, 5 декабря он позвонил, ну, разговаривала с ним моя жена, потому что она по-венгерски без акцента разговаривает, а у меня по-русски все сложно, и вот он спрашивает, Леониду, говорит, вот обложку сделать, значит, написал, говорит, с золотом на синем фоне или белом, я говорю смеясь, да с золотом на натропных памятниках пишут, я говорю, конечно, белым, а потом, когда он задал ряд таких технических вопросов, сказал, что вот редактор приедет, он вдруг уже под конец сказал, просто у меня завтра печальные события, я завтра хороню отца, но кто бы из нас стал заниматься еще иностранным автором, но вот он, понимаете, настолько ответственный, что он, тем не менее, в день, накануне похорон своего отца, занимался вот моей книгой, я был глубоко потрясен, я честно скажу, я еще пошутил по поводу надгробного памяти, даже не представляю, насколько я в точку попал, но вот такой вот человек, и он переводит очень многих, издается там достаточно много, он кроме русских поэтов переводит, естественно, немцев, швейцарцев, словаков, ну то есть, всего, как говорится, центрального Европы, в которой, собственно, он живет, от которой он принадлежит. И вот то, что я назвал, предисловие к нему, душа живет в оттенках и нюансах, это его собственное выражение, вот он так о себе он говорит, он любит такие вот небольшие стихотворения, иногда это играет немножко злую шутку, но он со мной пока так на слух не сыграл, но он обычно просит того, кого переводит, вот у меня в частности, покороче стихи, как бы делая из меня поэт и минималистов, но поскольку меня тут переводили и другие люди, то там и поэмы есть, и все, но вот такой вот он, вот действительно же душа живет в оттенках и нюансах. Ну и я вам прочту, вот отсюда пару стихотворений совершенно разных, чтобы вы имели о нем представление, и парочку стихов из книжки Харач Али Фолиашу, кажется, так она по-венгерски звучит, «Рождественский коридор», который вот он, в свою очередь, не только он переводил, значит, вот одно, я когда-то его читал, но я с удовольствием его еще раз прочту, «Белая мистерия» называется, «Нашего сада зеленая пена, к небу тянется неизменно, а сверху белая масса без края, спускается призраков порождая, ходят, бродят они полусонно, не боясь колокольного звона, церкви внезапно запахшей цветами, будто языческий век над нами расплескал свои ароматы, то, что существовало когда-то, запомнило нашего времени сферу, вот уже белую видно Венеру, богиню идущую, ждущую почестей древних, ступает она по макушкам деревьев, там, где ее белый свет остается, к небу то вишня, то яблоня рвется, горящие жертвенным пламенем белым, кто будет тем единственным смелым, понявшим мистерии белое значение, кто удостоится посвящению, ну и короткое вот такое стихотворение, он вообще часто у него выходит в книге за счет деревни Богач, где он живет, надо сказать, что это туристические вина, производящие деревни, но все-таки в Венгрии, и они вина там производят, и за то, что он там вот иногда пишет всякие оды вином, прочее, они ему финансируют выпуск книг, а его главным несчастным, у него шут в сердце, и ему нельзя, как говорится, оценить их щедроты, когда они ему там какие-то напитки преподносят в дар. И вот, но я прочту одно вот такое маленькое его типичное стихотворение из этой серии «Памятка любителям выпить» или «Ода, вино ли Анька, что значит по-русски девица». «Здесь богачское девственно пока, оно в бутылке на столе искрится, но пробку вынь, увидишь, как девица, теряя девственность в своей любви ловка». Вот скажем, вот он, например, может и такие миниатюры, блистательные писать. Ну, а вот он, например, в своей очереди переводил мои стихи, и не только он. Я хотел бы вам просто, поскольку все-таки я не могу так по-венгерски прочитать, если была со мной моя жена, нам, конечно, вы слышали, так по-венгерски звучит. Но вот я прочту одно стихотворение, которое называю, вот книги «Космогонический грез», она тоже моя есть, которая выходила в 2010 году, и Чех, тут его переводы я включил в раздел переводов, называется «Летящие в карнавальные маски». Вообще у них все, что связано вот с карнавалом, они с Булгаковым связывают. У них Булгаков самый такой читаемый по рейтингам последних лет зарубежный писатель. Вот им очень нравится «Мастер Маргарита», и поэтому вот, соответственно, все, что как-то с карнавалом каким-то связано, идет из России, и как-то вот любопытно особенно. Вот «Летящие в карнавальные маски». Летишь над миром в карнавальной маске и будешь продолжать полеты впредь. Зря множатся ключи искусных связки, им от тебя сердец не запереть. И, просыпаясь среди ночи воин, заметит удивленно «Я влюблен», «Я, кажется, в себе уже неволен». И пред тобой колени склонит он, шепнет оскет, ледящий блудница, но вслед тебе он тоже бросит взгляд. А ты кто ты? Наверное, царица, что с маской только ощущает лад. Она работы не венецианские, она от анамирских мастеров. Своё лицо-то спрятала под маской, узреть его мир этот не готов. Надо сказать, что в этой книге был забавный такой вот курьез. И потом я ещё одну про...